Я думаю, что формальным никакими федеральными программами надо не объединить. Здесь опять нужна концепция, которая работала в период Советского Союза, который предлагала тогда Компартия. Это союз единых братских народов. Вот когда мы почувствуем, все народы Российской Федерации, населяющие, что мы живем в единой стране, где поддерживают все народы, при, конечно, развитии, прежде всего, государства, образующего русского народа, который и сплачивает другие народы, вот тогда и будет результат. Этот результат должен появиться в ближайшее время. Мы, кстати, в рамках общенационального движения «Русский лад», само слово «лад» в этом движении, которое, например, я вкажу как зампредседателя, «ладить», «ладить» со всеми другими, на основе, опять же, титульной русской нации, ставить вопрос прежде всего по решению так называемого русского вопроса, который мы считаем за последние 20 лет оказывается нерешенным. Это разделение, прежде всего, русских за пределами Российской Федерации, воссоединение их, прежде всего, на основах культурных, других традиций и так далее, придание русскому народу статусу в конституции государственно образующего народа. И вот этот комплекс мер и оздоровление, прежде всего, духовность, прежде всего, барьер на пути таких направлений, как вот пропаганда, опять же, нетрадиционных ценностей, гей-парадов и так далее. Вот это должно быть приоритетом в борьбе за чистоту нашей нации и в сплочении ее в единый многонациональный русский народ.